В Акжайском районе задержана преступная группа, которая за несколько лет угнала более 500 лошадей. Загон с угнанным скотом был обнаружен в селе Атбек. Выяснилось, что конокрады, братья 42, 38 и 33 лет, многие годы занимались скотокрадством в районах области и соседних регионах. Видео, где в загоне закрыты сотни лошадей, распространилось в соцсетях несколько дней назад. В кадре автор говорит, что это угнанный скот. Сейчас сюда приезжают фермеры со всех районов, чтобы опознать и вернуть своих лошадей. Кадир Букешев приехал из Женебекского района. В 2012 году у хозяина украли сразу 34 головы. В эту же ночь вора оставили без лошадей несколько подворий этого села. Несколько лет владелец искал животных даже за пределами республики в соседних регионах России. Услышав об этом видео, Кадир Букешев с большой надеждой прибыл в Акжаевский район. Я полностью объехал всю Волгоградскую и Саратовскую области. Не нашел столько времени, денег потеряно, а сколько нервов и переживаний. Этими лошадьми и кормились ведь. Я свой скот знаю. Если здесь они стоят, я их узнаю. А у Кемеля Уразовой села Сайкудок в разные годы пропали 44 головы. Это несмотря на то, что все стадо было помечено и таврировано. Сейчас благодаря этому фермер узнал несколько своих лошадей. У нас сначала украли 4 лошади, затем остальное стадо угнали. Из первых 4 здесь я нашел двоих. Даже и не надеялся. Хочу, чтобы этих воров наказали как можно строже. Ведь столько людей они оставили без средств к существованию. Среди узнавших свой скот в огромном стаде есть и Дархан Усинов из села Кособасы Рымского района. У него также украли сразу более 40 лошадей. Не было предела радости у хозяина, который спустя столько времени вновь обрел своих животных. Люди, много лет труда и денег, потратившие на уход за домашними животными, а затем на их поиски, теперь требуют строгого наказания для преступников. Я здесь нашел одну свою лошадь. Много людей здесь ходят, ищут своих животных. Я считаю, этих преступников надо наказать, чтобы другим не повадно было. Мы искали своих лошадей по всему району. Потом, когда устали сами, обратились в полицию. Здесь есть и мои лошади. Вижу некоторых. В результате следственных мероприятий, начатых в прошлом году, была задержана группа, которая несколько лет обворовывала земляков, похищая скот и надежду на благополучие своих семей. Выяснилось, что это братья 1978, 1982 и 1987 годов рождения. Сейчас они содержатся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Астан. Также по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты незарегистрированные охотничьи и огнестрельное оружие, а также патроны различных калибров и ножи. По данным фактам, также проводится расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Астан. Сотрудники полиции в настоящее время проводят работу по выявлению всех потерпевших от преступных постигательств задержанных. Между тем, в области не сокращаются факты скотократства. Недавно были задержаны еще двое жителей Картубинского района. По отношению к ним ведется досудебное расследование по 22 эпизодам. Остается открытым вопрос, сколько еще скотократство будет оставаться безнаказанным, в то время как в каждом селе знают преступников в лицо, но не могут дождаться от уполномоченных лиц должной справедливости.